пробуем сейчас слить дуплетом да серьёзно багает о боже ну это просто провал сейчас бы багало такое устройство вы прикалываетесь ну как это работает объясните мне объясните мне разработчики игры как вы можете ввести устройство которое багает и все привет ребят с вами мистер ванька и сегодня записываю новый ролик я вам рад сообщить что я готов уже протестировать новое устройство так что ребятки поражимаем 50 лайкосов как мы с вами уже договорились и я снимаю новое устройство новую имбу и сегодня мы будем тестировать молот устройство на него дуплет это устройство которое дает мгновенных два выстрела по танку посмотрим что она из себя представляет также ребятки не забывайте в комментарии предлагать свое устройство какое устройство по вашему мнению я должен тестировать дальше многие вот ребятки написали что данное устройство хотели бы видеть хотели бы видеть как она себя вообще ведет в бою поэтому я готов для вас его сегодня таки прямо таки сейчас протестировать и посмотреть насколько она жестко нагибает закидывает меня на серпухов не на самую конечно удобную карту для данной пушки для данного вооружения но посмотрим что она вообще в принципе будет делать что она будет сейчас показывать на данной карте говорят что данное устройство имеет смысл быть и реально бывает в каких-то моментах очень жестко нагибаторским пока я конечно этого еще не понял сейчас будем смотреть и разбираться как она работает наверное этим устройством надо как-то очень аккуратно своего выиграть так как она выдает два сразу же выстрела подряд поэтому точно открытой игры данное устройство не любит надо как-то им уметь искать какие-то стеночки пытаться раздамаживать того противника у которого точно не будет большое количество здоровья при этом данное устройство конечно же лучше использовать на небольшой карте условно если вы будете играть на песке на сандали на не знаю какой-то еще небольшой карте с условно даже бобруйск тот же киоль вот если вот вы будете играть на таких картах то на таких картах данное устройство будет больше нагибать чем например на условном даже вот этом серпухове здесь конечно бывают моменты когда такое устройство может вообще просто никак не заходить при О том, что вот противники постоянно лечатся и я вообще никого слить в такой ситуации, конечно же, не могу. Хотя вот у нас ребятки тоже нагибаторски играют с таким же самым устройством. И если я не ошибаюсь, то прямо сейчас у меня забагало это устройство и почему-то не вылетело два молота подряд. Если вы, ребят, заметили этот баг, то обязательно отпишите по этому поводу в комментарии и скажите, что это вообще было. Это реально был баг или же мне просто показалось. Остается у нас, ребятки, 6 минут до конца катки. И у нас золотой даже ящик на карте будет прямо-таки сейчас выпадать. А я до сих пор не понял, в чем прелесть, в чем прелесть, в чем суть данного нагибаторского устройства. Давайте попробуем сейчас слить дуплетом. Да, серьезно, багает? О боже, ну это просто провал. Сейчас бы багало такое устройство, вы прикалываетесь? Ну как это работает? Объясните мне. Объясните мне, разработчики игры, как вы можете ввести устройство, которое багает. Ребят, пишите в комментарии, пожалуйста, у вас у кого-то лагало данное устройство или же это просто я такой невезучий человек, когда... Серьезно, я должен два молота подряд сам выдать, чтобы они вылетели? А что это за бред? Что это за бред? Как это работает? Объясните мне, пожалуйста. Что это за хрень? Просто что это за хрень? Почему это так происходит? Я был уверен на 100%, что никакого бага вот с этим устройством точно не может быть. Да? Серьезно? Боже! Это такой эпик фейл! Серьезно? Я не верю. Я просто не верю своим глазам, как может это работать. Я выдам, давайте просто... Вы видите это? Вы видите это? Боже, либо я тупой, либо это серьезно просто... Ааа... Угу, ясно, понял. Убросов нет. Это я тупой. Короче, ребят, прожимаем лайкос за то, что вы увидели самого тупого игрока прямо сейчас в этой игре. Который реально сказал, что это просто баг у него, а не надо зажимать пробел и выдавать два выстрела подряд. Ну, ясно, ничего страшного, это так бывает, работает. Я думал просто, как нажимаете на пробел один раз, и у вас сразу два молота вылетают. Ну, смешная ситуация, конечно, получилась, но ладно. Допустим, что вы этого не слышали и вы не видели, как я жестко сейчас прямо-таки затупил, но ничего страшного, бывают такие эпик фейлы, когда ты не разбираешься на 100% в устройстве и, конечно, сталкиваешься с такими вот неприятными ситуациями и думаешь, что во всем виноваты баги и лаги, а на самом деле ты просто неправильно реализуешь данное устройство и неправильно оцениваешь ситуацию, не понимаешь, как оно вообще четко и нагибаторски работает. Давайте попробуем как-нибудь сейчас вернуть данный флажочек, потому что реально было бы неплохо сейчас его вернуть, но у противника, конечно, имеется резист именно у данного игрока, имеется резист 26, ой, как 26, имеется 42% резист от молота и, конечно, в такой ситуации я прям показываю, что данное устройство не то, что не нагибает, оно вообще не тянет, просто не тянет, именно вот в данной катке она просто не заходит, это, наверное, по большей части связано с тем, что карта реально большая, при этом еще противник имеет резисты от моего именно-таки нагибаторского устройства, от моей нагибаторской пушки, поэтому она тоже не так сильно нагибает в такой катке. Ну и на это еще есть пару тоже таких ситуаций. Но мы сейчас попробуем быстро-быстро вывести флажочек, и у нас может получиться, может получиться как минимум увести. Но-но-но-но-но-но-но-но, дабл молот, и я должен увозить, я должен увозить, и меня сейчас встретят, и будет четко. Хорошо, наши ребята подбирают флажочки, должны хотя бы сравнять счет в данной катке, нет, не вернет, не вернет, не вернет, так не говорите, что не вернут, боже. Я такой красивый флаг вытянул, чтобы они его вернули. Ребят, также хотел бы сказать, что уже совсем скоро я открою за 700 звезд все контейнеры, которые я накопил. Ну, посмотрим, что нам крутой выпадет, и будет вообще очень интересно посмотреть, реально смогу ли я выбить какой-то крутой, уникальный скин-предмет, при том, что завтра у нас вообще появится еще одна очень прикольная фишечка. Она будет связана, ребятки, с тем, что вы сможете выбивать свечение на свое вооружение, то есть, когда вы будете сливать противник, например, условно, если сейчас вот как у рильсы вылетает белое свечение, то вы можете свой выстрел поменять на любое другое, если выбить его с контейнера. Поэтому такой вот есть моментик. Я, наверное, ребятки, не совсем разобрался с данным устройством на 100%, просто вот купил сразу, как вы видели, не катал никаких каточек, решил сразу же для вас потестить. Первые ощущения, первое мнение, и, конечно, такое устройство меня, я бы, честно говоря, сказал бы, не сильно радует. Вот не сильно я бы сказал, что оно прям вот такое, прям жесткое, офигенное, чтобы вы его 100% покупали. Я бы вот так вот точно не сказал, но, наверное, это по большей части связано именно с данной картой, либо с моими какими-то индивидуальными глупыми ошибками, почему именно сейчас у меня не получается что-то показать именно в данной картке, плюс еще резист имеется у противника, и все это суммируется в то, что реально ни я, ни данное устройство на данной карте своих плодов, наверное, таких самых жестких не приносит. Хотя вот в данной ситуации, наверное, оно мне помогло. Сейчас быстротки я смог поставить данный флажочек, и в этом плане, конечно, тоже круто получилось. Также, ребята, как я уже сказал в начале данного ролика, не забывайте писать, какое устройство вы хотите видеть в следующем, потому что, ну, вы сами понимаете, что самые имбовые устройства потихоньку будут заканчиваться, и мы перейдем уже к тесту тех устройств, которые, наверное, не самые-самые какие-то крутые нагибаторские, но те устройства, которые вы хотите видеть, те, которые устройства вы хотите, чтобы я потестировал, чтобы посмотрел, нагибает ли оно, не нагибает, тянет, не тянет, стоит его брать. Вообще, в принципе, вот как, например, с данным устройством были у многих ребят вопросы, потестируя его, я не знаю, брать его или не брать. То есть, условно, я вам могу сказать со стопроцентной уверенностью то, что данное устройство явно хуже устройства на смоки, и явно хуже устройства, чем на вулкан. Но! Есть одно большое и но, которое надо постоянно держать в голове с данным устройством. То, что данное устройство, я вам со стопроцентной уверенностью могу сказать, будет жестко нагибать на маленьких картах. Это условный песок, как я сказал, сандал, кельн, бобруйский, другие небольшие карты, реально, на которых данное устройство будет нагибать и будет тащить вашу команду только вперед, и вообще, в принципе, с таким устройством у вас точно будет все четко получаться. Ну, а на этом мы будем, ребят, заканчивать с данным жестким нагибаторским роликом. Как я уже сказал, ребятки, как только набираем 50 лайкосов, сразу же записываем новый ролик с новым устройством, и, наверное-таки, в скором времени мы на данном нагибаторском аккаунте прикупим еще одно устройство на молот, потому что есть у нас еще одно интересное устройство, которое я бы хотел тоже для вас потестировать. Но это уже, ребятки, позже, когда-нибудь мы его точно затестим, но пока будем перемещаться уже тоже к другим пушкам, и будем другие пушки тестировать. Ну, а у меня на этом сегодня все. Спасибо, ребят, за просмотр данного ролика. Кто, ребятки, еще не поставил лайкос, обязательно ставим. Подписываемся на канал, если вы еще, ребятки, не подписаны. Также, ребят, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик. Но у меня на этом все. Спасибо, ребят, что смотрели. Всем удачи и всем пока.